МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"РД-пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем нашу летнюю серию, нашу летнюю цепочку, в которую входят участники летних оздоровительных и профильных лагерей. Первый матч в нашей большой лагерной интеллектуальной цепочке выиграла команда Назара Бордека, которая представляет собой профильный лагерь участников ученического самоуправления Дворец творчества и молодежи областной. Вот они, какие красавцы. Ну и против такой серьезной команды мы выставили сборную сразу нескольких профильных лагерей, которой руководит Милана Картузова. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, синее против красных, Милана против Назара. Начинаем. Лето. Вперед! Блеф-игра. Наша традиционная Донетка. Назар, кто у вас настолько талантлив, что может сказать прямо в лицо ведущему да или нет? Мне кажется, это Андрей. Андрей прекрасно, мы с вами уже знакомы. АПЛОДИСМЕНТЫ А, Милана, кто у вас? Я хочу, чтобы в этом раунде наша команда представляла Алина. Итак, Андрей против Алины, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Англия, Англия, Англия! Хорошо. Летняя тема у нас на облеф-игре нашей замечательной Донетке. Да или нет? Поехали. Верите ли вы, что Пушкин не любил лето из-за насекомых? Алина? Верю. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни пыль, ни зной, ни комары, ни мухи. Вы правы, первые пять очков Алина приносит своей команде. Верите ли вы, что Летний сад находится в Санкт-Петербурге? Андрей? Нет, не верю. Как не верите? А именно там он и находится, Зимний дворец, неподалеку Летний сад. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что мать богов Аполлона и Артемиды звали Лето? Алина? Не верю. Лето Латона, да, вот такая у них была мама. А у кого-то Алина, Мальвина, Милана и так далее. А у них была мама Лето. Вот и все. Играем. О русском роке. Верите ли вы, что Егор Летов был лидером группы Наутилус Помпилиус? Алина? Верю. Нет, он руководил гражданской обороной. Теперь вы это знаете. Дальше. И заканчиваем самым простым вопросом из пяти. Верите ли вы, что попрыгунья стрекоза Лето красное прогуляла? Фальстарт. У Алины этим очень строго следит наш электронный судья. Андрей, у вас есть шанс? Да, верю. Ну-ка, давайте вспоминать басню Крылова. Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, разумеется. И вот как-то у нас прогуляли, по сути, блеф игру. 0-5 лидирует команда красных. Ну что ж, вот такое странное начало. Команды нервничают, команды боятся чуть-чуть друг друга. Дуэль Игра, вперед! Прослушайте пять тем пяти боев игры дуэльной, в которые пять очных поединков лицом к лицу. Итак, первый бой знают все. Второй бой о словах. Слово не воробей. Третий бой играем в куклы. Девушки, приободритесь. Четвертый бой играет музыка. И последний бой просто играем. У вас пять секунд, чтобы найти решение, кто какую тему на себя готов взять. Вот так. Милана быстренько закончила инструктаж, обойдя даже многоопытного Назара. Итак, Назар, кто у вас знает все? Знает все у нас Дарья. Даша, будущая бизнес-леди, я помню. Сборная Миланы. Я бы хотела попробовать свои способности в этом раунде. Прекрасно. Дарья Бородева-Миланы, вперед. Знают все. Это сказочная сестрица, героиня картины Васнецова. Что же это за сестрица такая? Аленушка. Аленушка, вы правы. А этого Иванушку прозвали так, за то, что он родился во время грозы. Иван Грозный. Это правильный ответ. Прекрасно. Поговорим по-японски. Скажите по-японски гора Фудзи. Даша. Фудзи. Просто. Яма. Фудзи-Яма. Фудзи-Яма. Это правильный ответ. Долго шла к ответу Даша, но тем не менее добралась. Этот космический корабль первым долетел до Луны. Как корабль назывался? Союз. Хорошо бы, но это был американский корабль. Аполлон. Аполлон, да, Аполл-8 облетел вокруг Луны. И заканчиваем. Все знают, что именно по этой причине героиня стихов Агнии Барто не бросит Мишку. Потому что она его любит. Нет. Нет. Там практически точная причина. Не помните, Даша. Уронили Мишку на пол. Оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу. Почему? Потому что он хороший. Вот детские стихи уже начинаем потихонечку забывать. А я не забываю, что счет 10-15 в пользу красных. Следующий бой. Второй бой о словах. Ну, так пошире о русском языке. Слово не воробей. Назар, кто? У нас Анастасия очень избирательна в словах, поэтому она пойдет. То есть она знает такие слова, которые из вас не знает никто. Да. Понятно. Гуманитария, как и я. Милана. У нас в команде есть замечательный оратор, который представит нашу команду. Иван. Итак, Настя против Ивана. Вперед. Играем. Слово не воробей. А как дальше? Фальстарт, фальстарт. Настя за этим очень строго следит наш электронный судья. Братец Иванушка. Вылетит, не поймаешь. И это правильный ответ. В словаре его трактуют как справочную книгу. Словарь. Как ни странно, в словаре определение словаря – это справочная книга. Предлог, союз, частица – это такие слова. И снова Настя, и снова фальстарт, и снова Иван может отвечать. Какие? А еще такие бывают собаки. Какие? Служебные. Служебные. Вы правы, Настя. И продолжаем. Именно он создатель толкового словаря живого великорусского языка. Владимир Даль. Владимир Иванович Даль. Браво! А теперь внимание, самый сложный вопрос темы. Итак, синонимы этого устойчивого выражения – пообещать и поклясться. Дать слово. Отлично. Ну, а я даю слово, что команда-победитель этой игры выйдет в следующий матч цепочки. С кем она там будет сражаться, пока тайна. Итак, 15 у команды Назара, 30 у сборной Миланы. Хорошее начало. Следующий бой, вперед! Назар, я надеюсь, что играть в куклы пойдете не вы. Нет. А кто? Пойдет человек, который еще в душе ребенок. Дарья. Даша, в душе ребенок. Ой, ты лапочка. Милана, кого отправляете? У нас есть девочка, которая сама как куколка. Алина. Прекрасно. Даша против Алины, вперед! Поиграем в куклы. Поиграем в куклы. Буратино? Скажите, как его зовут? Бур-а-ти-но! Играем. Продолжаем играть в куклы. А так называется стадия развития насекомого от личинки к полной зрелости. Ну, была личинка, потом стала. А потом стала куколка двоечники. Играем. Так называются куклы на ниточках. Марионетки. Марионетки – это правильный ответ. И последний вопрос темы насчет кукол. Он создатель и руководитель уникальнейшего, ну, как наша игра, уникальнейшего театра кошек. Зовут его Юрий, а фамилия его? Фамилия ее слишком известная, чтобы ее называть, хотя звучит как Куклачев 25-35. Догнали почти. Следующий бой, вперед! Играет музыка. Такой победный марш. И под этот марш Назар Бордак, капитан команды «Синих», отправляет в бой. Главного меломана нашей команды Юлию. Юлия у нас вообще уникальный человечек. Сборная Миланы. У нас есть что противопоставить команде Назара. У нас также есть команда меломан. Это Ильюша. Итак, Юлия против Ильи. Вперед! Играет музыка. Оркестр, который состоит из труб, кларнетов и прочих флейт, называется? Симфонический. Вы не правы, я потом объясню, в чем Илья у вас есть шанс. Духовой. Духовой. В симфоническом есть еще группа ударных и группа смычковых. Играем. Это народная песенка злободневного, задурно-шутливого содержания. Ну. Ну. Типа меня Милка не целует, говорит потом-потом. Поздно-поздно-поздно. Это частушка. Я уже стал комментировать. Ну, теперь самые свежие новости о музыке. В этом городе состоялось Евровидение 2019. Тель-Авив. Тель-Авив, отлично. А может, вы еще помните, человек из какой страны победил? Я знаю, что третье место занял Сергей Вазарев. И все, и больше нам об этом конкурсе знать ничего не надо. Голландист. Да. Продолжаем. На скрипичный смычок идут волосы, вы не поверите, из их хвостов. Илья? А кони? Ну, у меня написано лошади. Ну, я принимаю ваш ответ. И заканчиваем. Этот композитор под конец жизни совершенно оглох. Илья? А Бетховен? Людвиг Ван Бетховен, да. Ну, он слушал музыку, кстати, касаясь рояля, зажатой в зубах трустью. Говорят, помогало. 30-50. Вот стабилизировался счет. Красные ведут сборные Миланы. Синие. Команда лидеров Назара догоняет. Следующий бой. Играем. Синие! Синие! Назар, кто у вас готов поиграть во время игры? Я готов отыграть свою команду. Молодец. Милана, кого отправляете в бой? Вы? Я хочу отправить Илью. Человек, который очень любит игры. Прекрасно. Какого Илью? У вас два Ильи? У нас есть двою же. Два Ильи. Прекрасно. Итак, Назар против Ильи. Вперед. Просто играем. Он играет на гармошке у прохожих на виду в свой собственный день рождения. Фальстарт. Фальстарт. Назар. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Илья. Это крокодил Гена. Да, я играю на гармошке, прохожих на виду, да. Если дело не оправдывает затраченных усилий и средств, то говорят, игра не стоит их... Не стоит свеч. Да, игра не стоит свеч. Когда на столе ставки дешевле свечей, которые горят над рулеткой или над карточным столом в казино, не стоит свеч. Играем. Это русская игра с мячом и битой, очень похожа на американский бейсбол. Да. Городок. Городок. Нет, не согласен. С мячом. Где же вы в городках видели мяч? Бита, да, Илья? А прекрасная, незабытая русская игра лапта. Теперь вы это знаете. Играем. Кибермама – это программа, которая позволяет родителям контролировать их... Да. Детей. В каком смысле? Ну, младенцев. Младенцев, понятно. Есть ответ, Илья? Кибермама? Нет. Нет. Ребятушки, у нас тема о чем? Игра. Игра. Кибермама. А с помощью этой программы родители контролируют, в какие компьютерные игры, собственно, играют их дети. И заканчиваем. Музыкальная заставка этой телеигры – фраза из Арии Германа. Что наша жизнь... Это что, где, когда. Да, что, где, когда наш старший брат, с которого выросли все интеллектуальные игры. И вот хорошо рванул Илья второй игру в свою сторону. 65 у красных, 30 у синих. Следующий бой. И у нас не просто следующий бой, у нас тест-игра. И вот тут те, кто в теме года Малой Родины, который у нас 18, 19, 20, тройной год Малой Родины. Вот кто в теме года Малой Родины, тому и будет счастье. Потому что тема – города Белоруссии. Назар, кто готов? Юлия лучше всех знает свою родину, и поэтому пойдет она. Юлия, улыбнитесь, я верю в вас. Прекрасно. Милана, кого отправляете? Я хочу попытать счастье и отправить Илью. Которого? Та-дам! Понятно. Итак, Юля против Ильи второго. Вперед! Итак, города Белоруссии. Внимание. Гомель, по данным археологов, существует. А с конца первого тысячелетия нашей эры, П с 11 века и С с 1142 года. Прошу. Ответ С, с 1142 года. По данным археологов, а не летописцев, Юля, у вас есть шанс на подборе взять пять очков? Я думаю, вариант А. Да, конец первого тысячелетия. Браво, Юля! Первое упоминание Минска в летописи связано с рекой. А с Висловичью, Б с Немигой, С с Неманом. Прошу. С Немигой. С Немигой, Немигой, Крывавые Бераги. Десять очков выиграл, честно. На Витебщине в городе Глубокое недавно придумали А. Вишневый фестиваль Б. Яблочный праздник И С. Бульбаны фест Я думаю, что ответ С. Бульбаны фест Я качественно вас купил. Юля. Можно еще раз повторить? Вишневый фестиваль и яблочный праздник. Я думаю, яблочный праздник. Вишневый фестиваль на самом деле. Там сады просто вишневые, и там даже есть памятник Мюнхгауза, на который вишневую косточку стреляет в лоб оленю. Играем. Фестиваль национальных культур проводится А. В Витебске Б. В Гродно С. В Бресте В Витебске Это неправильный ответ. Роскошнейший фестиваль, изюмин, который нет нигде. Все национальные культуры живущей в России представлены. Итак, Витебск, Гродно Я думаю, это Витебск А это Гродно. С интуицией вас не очень. И заканчиваем. Юные знатоки, игроки в что, где, когда, с 2007 года съезжаются на чемпионат Европы. А. В Москву, Б. в Минск и С. в Гомель. Фальстарт, фальстарт, Юлечка. И есть шанс у Ильи. В Гомель. Да, потому что чемпионат Европы с 2007 года проводится именно у нас. Что, где, когда, хрустальные и прочие остальные совы слетаются именно к нам. И за это, кстати, огромное спасибо Гомельскому облсполкому, который поддерживает не только нашу уникальную телевикторину, но и чемпионат Европы. В этом году поддержка была просто потрясающая. Низкий им поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ 35.85. Юля совсем загрустила. В глазках у нее... Ой, нет, улыбается аплодисмент этому неизгибаемому человеку. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 35.85. У нас слайд-игра. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, слайд-игра. Простая азбука. Но в этом сезоне у нас по просьбе, по многочисленным просьбам и по жалобам букв русского алфавита мы начинаем с буквы «Л». Кто готов начать с буквы «Л»? Мы доверим эту игру Анастасии. Настенька, мы вас ждем. Сборная Алины. Кто у вас разбирается в буквах? Мы хотим тратить человека, который начал читать очень рано и любит читать Ивана. Ивана. Итак, Настя против Ивана. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ничего жать не нужно. Начинаем мы с выигрывающей команды «Иван». Иван. Начнем с буквы «Л». Все просто. Появляется буквка, и вы называете, что, собственно, изображено. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ «Беловая лапка». «Беловая лапка», да. Прекрасный ответ. Плюс 10 на подборе. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем с вами, Настя. Буква «М». Музыкант. Ну, понятно, что не шахтер. Фамилия у нее есть? Не знаю. Не знаете фамилию. А уникальная скрипачка, кстати, Ваня. Не знаю. Не знаете? Ванессу Мэй. Вот так вот. Ванесса Мэй. Итак, Иван, играем с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Три, две, одна. Настя, может, вы знаете? Может, на вас к победе приведет? А это богиня победы Ника. Вот конкретно Ника Самофракийская. Замечательная скульптура. Лувр. Копия есть в музее Мини Пушкина на Волхонке. А, Настя, играем с вами. Овен. Овен. Есть такой знак. Овен. Овен, Настя, давай. Поехали. Папайя. Узнал, милый. Редко, видно, кормит Ивана Папайей. Все больше кашей. Настя, играем с вами. Рэпер. Ну, или эмси, да. Рэпер, конечно же. Вот такие они в золотых цепях. Играем с вами. Спа-салон. Ну, это спа-салон вот такой он. Все его знают, даже вот те, кто в него не ходит. Настя, пожалуйста. Тени. Ну, вам бы не знать, конечно же. Хотя не пользуйтесь, вам это и не нужно. Прошу вас. Уран. Вот это? Я не знаю. Вот это железная блямбочка. Это уран. Очень тяжелый металл. Уран ДС-35. Вот он как выглядит. В просвинцованных перчатках человек держит. Браво, Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя. АПЛОДИСМЕНТЫ Это флот. По морю, по океану едет флот царя Салтанова. Вы правы, Настя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, а вы знаете, что вы совершили маленькое чудо? Вы сократили разрыв до 25 очков для риски игры. Это ничто. Браво! 105-130. Браво, браво, браво! Напоминаю, победитель этой игры сразится в следующем матче нашей цепочки с приезжей командой. Она будет не из Гомеля, она будет из одного из окрестных, профильных, подчеркиваю, интеллектуальных игрей. Так что заранее бойтесь. Рисклера. Назар. Иду я, да. Прекрасно. Милана. Я отправлю рискового человека. Ильюшу. Илья Первого, да? Итак, Назар против Ильи. Вперед! Я напоминаю, во-первых, что наш электронный судья не дремлет. Во-вторых, что каждый неправильный ответ штрафуется 20 очками. Ну и, естественно, 20 очков вы зарабатываете на ответе правильном. Тема у нас в повторе игры дуэльной. Начнем. Тема знают все. Он первый президент Соединенных Штатов Америки. Илья? Вашингтон. Джордж Уашингтон. Йоу. Да, ес. Играем. Слово не воробей. Библия гласит, что в начале было слово, и слово было у него. В начале было слово, и слово было у кого? У Адама. Минус 20. Я рыдаю вместе. С вами Илья будет отвечать? Слово было у Бога. И слово было у Бога. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И увидел, что это хорошо. Играем. Играем в куклы. Так называют артиста кукольного театра, который управляет куклами. Фальстарт. Я же говорил, не дремлет наш электронный судья. Нервы, 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 Назар. Будет отвечать? Да, это кукловод. Кукловод, согласен. Играет музыка. Так называется музыкальное произведение, при исполнении которого все встают. Ну. Гимн. Браво, Назар. Дерется до последнего. Уважаю таких людей. И последний вопрос. Просто играем. Столько лет мы с вами играем в «Орудит пятерку». Десять лет. И это правильный ответ. Бросился в безнадежную практически атаку наш Назар. Но отважно сражался. Ну, просто герой, просто молодец. Но не смог все-таки одолеть более опытного Илью. Как обычно, сувениры и подарки от телерадиокомпании «Гомель». Да, разбирайте, разбирайте. Алина их приватизировала немножко. Тоже, видно, будущая бизнес-леди. Итак, следующий матч играет сборная «Миланы». Против кого же она будет играть? Все очень просто. tvrgomel.by Либо просто включайте телевизор «Белый с четыре». В воскресенье. В полдень под нашим солнцем интеллекта исчезает любое незнание. Потому что мы смотрим пятерку. А получаем десятки. Играем! Северо-миланы! Играем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин